Здравствуйте, меня зовут Дерек Уокер, я пастор Библейской Церкви Оксфорда. И сегодня мы продолжаем серию проповедей о храмах Божьих. Храм — это место, где Бог решает обитать вместе с человеком. Это место, где человек встречается с Богом и поклоняется Богу. Концепция храма часто прослеживается по Библии. А сегодня нас ждет весьма интересное изучение Эдемского сада. Я покажу вам, что Эдем из второй главы Бытия был изначально задуман как храм Божий на земле. Именно там Бог поселил человека, и это также было место присутствия Бога. Человек жил рядом с Богом, и Бог жил вместе с Адамом и Евой в Эдеме. Это была священная земля, первый храм Божий. Как вы знаете, Адам и Ева согрешили и были изгнаны из Эдема. Но вся история Библии о том, как Бог работал над тем, чтобы человек мог вернуться к Богу, вернуться в Эдем и в славу Божию. Небесный Иерусалим тоже назван Эдемом. Мы уже видели это у Иезекииля. В 28 главе 13 стихе. Он назван Новым Иерусалимом, Небесным Городом. Это место, где Бог и человек будут обитать всю вечность. Это прототип или небесный проект, на основе которого был создан Эдемский сад. Мы видим, что земной Эдем — это зеркальное отражение Эдема Небесного. Так давайте напомним, как выглядит Небесный Храм. Мы уже видели, что он имеет форму горы и с тронным залом на вершине. Это святое святых. Из него течет река жизни. Из храма в город Саат, где живут люди Божьи, а деревья жизни дают плоды для постоянной энергии людей. В послании к евреям. В 12 главе 22 стихе сказано, «Но вы приступили к горе Сион и к ограду Бога Живого». Это реальное место. К небесному и Иерусалиму, и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах. После смерти мы пойдем на небо. И к Судье всех, Богу. Бог тоже живет на небе. И к духам праведников, достигших совершенства, к ветхозаветным святым, которые сейчас на небе, и к ходатую Нового Завета Иисусу. В книге Откровения сказано, что Иисус живет там со своей невестой. Итак, это место обитания Бога считается храмом Божьим и городом живого Бога, где Бог живет со своим Сыном Иисусом. Это также дом Отца, и он имеет форму горы, потому что он также назван горой Сион. Это место Божьего престола на вершине горы. Мы уже говорили об этом и видели упоминания об этом в местах Писания, где говорится о падении сатаны. Иисайя, 14 глава, с 12 по 14 стих. Там сказано, что сатана хотел вознестись выше Бога и установить свой престол на вершине горы в Сонме Богов. Под Сонмом Богов подразумеваются люди Божьи, живущие на этой горе. Но сатана хотел сидеть на самой вершине, на Божьем престоле. У Иезекииля в 28 главе тоже говорится об этой горе и о падении сатаны. Так говорит Господь Бог. Ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Как видите, земной Эдем назван в чести по образу Эдема Небесного. Там есть сад с деревом жизни. Там есть река жизни. А в 14 стихе сказано, «Ты был на святой горе Божьей. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. Ты согрешил, я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей». А в 18 стихе сказано, что эта гора полна святилищ. То есть это святое место, где обитает сам Бог. Небесный Эдем – это гора, святилище и храм Божий. А это означает, что и земной Эдем был задуман как Божие святилища. И мы увидим это сегодня в Писании. Конечно же, лучшее место описания небесного города – это книга Откровения, 21 и 22 главы. «И я, Иоанн, увидел святой город и Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба». Вот, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. То есть этот город – место речного обитания Бога с людьми. Небесный Божий храм. В 10 стихе сказано, «И вознес Меня в духе на великую и высокую гору, и показал Мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога». Он имеет славу Божию. Затем идет описание этой горы. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. 12 тысяч стадий, длина и широта, и высота его равны. Если это гора, то у горы должен быть пик, а на пике находится трон Божий. Сказано, что он сияет во славе Божией. И мы видим, что святое святых на пике – это и есть престол Божий. Об этом сказано в Откровении 22 главе. «И показал Мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Река обычно течет сверху вниз, с высокой точки в нижнюю. На самом верху находится престол Божий, и эта река спадает вниз, рожая весь город, превращая его в город-сад. Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, 12 раз приносящие плоды для исцеления народов. Город – это святое. Именно так будут жить люди на той горе. Слава Богу! Это мы уже разбирали, а вот сейчас мы посмотрим на зеркальное отражение всего этого в Эдеме. Давайте откроем Бытие, 2 главу, и в 7 стихе Бог только что создал человека, а затем сказано «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке». «И поместил там человека, которого создал». Эдем означает «восхитительный». То есть это было прекрасное место для жизни. Мы также видим, что Эдем занимает не всю землю, а лишь определенное место на земле. Такое себе священное место или святилище на земле, где находился Бог, где он обитал с человеком. Бог правил человеком, а человек правил животными и землей, как Божий витсе регент. Бог планировал, что по мере того, как люди будут размножиться, Эдем будет расширяться, пока не охватит весь мир. Ну, давайте еще раз посмотрим на этот стих. «И насадил Господь Бог рай или сад в Эдеме на востоке». То есть была земля Эдем, и в ней на востоке находился Эдемский сад. Это означает, что на западной стороне находилось тоже что-то очень важное. Итак, в Эдеме был Эдемский сад, место, выбранное Богом для проживания человека в присутствии Бога. 9 стих говорит нам «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи». Дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Мы уже видели дерево жизни в небесном Эдеме. Не так ли? А поскольку это зеркальное отражение, то мы видим дерево жизни и в Эдеме земном. Так получается, что дерево жизни в земном Эдеме это прообраз дерева жизни в небесном Иерусалиме. Мы также видели, что с вершины небесной горы, горы Сион, Эдем или Новый Иерусалим, от престола Божьего течет река жизни. А еще эта река вытекает из города в четырех направлениях, потому что у этого города квадратное основание, и река вытекает из ворот в четыре стороны, на юг, север, запад и восток. Мы видим нечто подобное в земном Эдеме. Река жизни с четырьмя потоками. То есть река разделяется на четыре реки. Такое явление есть как в небесном, так и в земном Эдеме. Об этом сказано в десятом стихе. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. В этом стихе тоже видно, что Эдем и Эдемский сад, или рай, это две разные вещи. Река течет из Эдема в сад, находящуюся внизу, чтобы орошать его. А это означает, что самой важной частью Эдема был не сад, а какое-то другое место, находившееся выше Эдемского сада. Именно там начиналась река, дававшая жизнь всему саду. Следовательно, главное место — это Эдем, из которого текла река жизни, а второстепенное место — это Эдемский сад, который черпал жизненные силы из Эдема. Мы также видим, что была еще и земля Эдем за пределами сада. То есть Эдем состоял из трех частей, и они находились на трех разных уровнях. Наивысшая часть — на западе, затем сад, а самой низкой частью была земля Эдем. Мы знаем это благодаря тому, как текла река. Опять же, здесь, в Эдеме, мы видим прообраз всех храмов, состоящих из трех частей. Мы знаем, что основная часть Эдема на западе находилась повыше, а следующий стих доказывает, что это была гора. Я называю ее «гора Эдем». Именно этого мы ждали, поскольку изначальный небесный храм имеет форму горы с престолом Божьим на вершине. Откуда течет река жизни, давая жизнь, дереву жизни в небесном саду, где живут люди? То же самое мы ожидаем увидеть и в земном Эдеме, и так оно и есть. Вот об этом говорит 10 стих. Из Эдема выходила река для орошения рая и потом разделялась на четыре реки. Источник этих рек находился в Эдеме, но не в самом саду. Изначально единая река должна была течь откуда-то с высоты в сад, чтобы орошать его. И уже в саду она разделялась на четыре реки, которые потом растекались по всей земле, даже в земле за пределами Эдема. Теперь 11 стих. Имя одной — Фессон. Она обтекает всю землю Хавила. То есть были и другие земли, помимо Эдема. То, где золото. И золото той земли хорошее. Там бдалах и камень Оникс. Имя второй реки — Гихон, или Геон. Она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки — Хидекель, или Тигр. Она протекает пред Осирии. Ну и четвертая — река Ефрат. Поскольку реки обычно текут сверху вниз, это означает, что Эдем должен был находиться повыше остальных земель, что и свидетельствует о великой святости этой земли. Также сад должен был находиться выше, чем восточная сторона Эдема, где люди жили после грехопадения, поскольку нужна была определенная сила, чтобы эти реки разошлись по земле. Эдем должен был находиться на горе, самой высокой на земле. Источник реки должен был находиться высоко, чтобы она текла в сад, а потом из сада орошала всю землю. Итак, Эдемский сад находился на горе Эдем, на ее восточной стороне. С вершины горы Эдем, на западе от сада, в сад текла мощная река. Это означает, что внутри горы находился мощный источник, постоянно бьющий из-под земли. Он бежал с горы в сад, а оттуда орошал всю землю. Следовательно, в самом начале, я напоминаю, что это было до потопа Ноя, который изменил поверхность земли. До этого был всего один большой континент с одной центральной горой, горой Эдем, с вершины которой текла большая и сильная река. Она брала свое начало из сильного подземного источника. Не забывайте, что до потопа дождей не было. Это зеркальное отражение небесного Божьего храма из книги Откровения. Как вы помните, там сказано, что река жизни течет от Божьего престола на вершине горы. То есть, пик горы Эдем символизирует престол Божий, святое святых этого храма, откуда Бог правит и направляет реку жизни. Также и Ковчег Завета в Святом Святых в земных храмах символизировал Божий престол. Эдемский сад, находившийся пониже, символизирует святое в храме. Там находилось дерево жизни. В земном храме оно было представлено минорой, которая сделана в виде оливкового дерева. Остальная земля Эдема, которая находилась еще ниже, и которая была подножием той горы, символизирует внешний двор храма, где приносились всесожжения. За землей Эдема еще ниже находились другие земли. Мы можем сделать такой вывод из того, что река должна была течь с вершины горы в сад, а потом растекаться по всей земле. И все это прообраз нас с вами, как храмов Божьих. Наш Дух — это святое святых, где Христос обитает и восседает на престоле через Святого Духа, который является фонтаном или источником жизни в нас. Эта река течет в сад нашей души, в наше святое, где мы должны приносить плоды Духа. Великая высота горы Эдем отражает великую святость нашего Духа, который выше нашей души. Наша воля или наше сердце находится в нашей душе. Это сад нашей души, место принятия решений, где мы решаем, черпать нам жизнь от Бога или жить самим по себе. Именно там находились те два дерева. Они символизируют принятие решений, а также жизни-смерть. Дерево жизни и дерево смерти, если можно так сказать. И что же мы выбираем? Божий путь или путь гордости? Выбор делается в нашей душе. И мы должны быть осторожны с тем, каким деревьям, каким мыслям и решениям мы позволяем вырасти в саду нашей души. Весь остальной Эдем символизирует внешний двор. Это прообраз нашего тела, нашей внешней жизни. Источник символизирует Святой Дух, который действует как река жизни, вытекая из центра сада, из нашего сердца и давая жизнь саду нашей души. Он делает нас плодовитыми и наделяет нас силой, чтобы наши жизни прославляли Бога. И именно поэтому Иисус сказал, что из нашего сердца потекут реки живой воды. Все это подтверждает, что изначальное место жительства человека в Эдеме было сделано по образцу небес. Описание Эдема и его окрестностей в Бытии 2 главе подтверждает, что Бог создал все по примеру небес. Как Бог сделал Эдем местом для жительства его людей? Таким же образом Бог создал и земной Эдем. Он сделал его местом, где он будет обитать вместе с людьми. То есть земной Эдем был задуман как первый земной храм Божий, созданный, по примеру, Храма Небесного. Бытие 2 глава 15 стих. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Это место было предназначено для того, чтобы человек там жил и служил Богу. Человек получил от Бога власть охранять сад и управлять всем, что там было. Но он не справился с этой властью, потому что позволил сатане действовать в этом храме или святилище. Он должен был охранять этот сад и не дать ничему нечистому прийти туда. Но самое важное, в этом саду находился Бог, потому что это было Божие святилище, которое Бог предназначил для встреч и для общения с человеком. Мы видим это потому, как Бог общался с Адамом в Эдемском саду. 16 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него». Затем Бог дал Адаму Еву в качестве жены. Он навел на Адама глубокий сон и взял у него ДНК, чтобы создать Еву. Бог создал Еву и привел ее к человеку. И все эти взаимодействия между Богом и человеком происходили в этом саду, в этом святилище. К сожалению, Адам и Ева согрешили и лишились права жить в саду, но обратите внимание на Бытие 3 главу 8 стих. Это ключевой стих, показывающий, что Бог ходил и говорил с человеком в этом святилище. Это случилось уже после того, как они согрешили. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня» — это был Иисус — «и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». В этом месте находилась Божия слава. Бог ходил и общался с человеком в том саду. И это было обычное дело, но из-за греха они осквернились и навлекли на себя проклятие, и поэтому не могли больше пребывать в саду и вкушать от дерева жизни. И сказал Господь Бог, «А вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы ни простер он руки своей, и не взял так же от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить с вечным, и выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Обратите внимание, что гора Эдем находилась на востоке Эдемского сада, «А теперь Адам должен был пойти на восток от Эдемского сада в землю Эдем». Получается, что движение на восток символизирует отдаление от Бога. Адам и Ева были изгнаны из сада, как сатана был изгнан из небесного храма на восток от сада. Мы делаем этот вывод из того, что Бог поставил херувима охранять вход в сад с восточной стороны. Итак, центром святости была гора Эдем на западе. Затем чуть ниже находился сад. Это святое на восточной стороне горы. А остальная земля Эдема находилась еще восточнее. Именно туда и вынужден был уйти Адам. Это что-то вроде внешнего двора храма. Все это символ трех уровней святости в Божьем святелище. Обратите внимание на ориентацию на восток и запад. Далее она будет прослеживаться во всех земных храмах. Храм всегда был обращен на восток. То есть, чем дальше вы уходите на восток, тем вы дальше от Бога, вы святом святых. А чтобы прийти к Богу, нужно идти на запад по направлению к святому святых. Еще одна характерная черта Эдема, которая повторялась во всех земных храмах, показывая, что это настоящее Божье святилище на земле, это херувимы, выступающие в качестве хранителей святилища и святого святых. Мы видим это как в Скинии, так и в храме Соломона. Золотые херувимы были на крышке ковчега Завета. А еще они были выгравированы на золотых стенах святого, вышитые на завесе между святым и святейшим местом, а еще на двери, ведущие во святое. Все эти херувимы хранили святость храма. Это то же самое, что мы видим в Эдемском саду. Херувимы охраняли сад, не давая войти никому нечистому. А еще в этих святилищах мы видим изображения и гравюры деревьев и цветов, таких как лилии или цветы граната. Эти изображения были на стенах, на мебели и на подушках. Все это было сделано для того, чтобы создать место, похожее на Эдемский сад, который был первым земным храмом. Минора тоже была сделана в форме дерева, оливкового дерева. Это прообраз дерева жизни. Итак, хотя человек был изгнан из первого земного храма, Бог через последующие земные храмы говорил, что он по-прежнему желает обитать с людьми, а также, что человек восстановит полноценное личное общение с Богом через Мессию. Бог через Мессию собирался вернуть человека в свою славу. А события 4 главы Бытия показывают, что даже после изгнания из сада люди продолжают жить в священной земле Эдем, но уже во внешнем дворе. Адам и Ева были верующими. Они приняли покрытие грехов кровью. Это было прообразом искупления Христа. В Бытии 3.15 Бог дал им обещание о приходе Мессии. Он должен был родиться от женщины и своей смертью и воскресенье победить сатану, спасти людей и вернуть их на свое место перед лицом Бога. Адам и Ева продемонстрировали веру в Мессию, приняв одежды за пятнанные крови, которые он предложил им, убив невинное животное, чтобы заменить их фиговые листья. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». В 4 главе сказано, спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стадо своего и от тука их. «И презрел Господь на Авеле и на дар его». То есть в Эдеме, во внешнем дворе, был возведен жертвенник, где в послушании Богу приносились жертвы. Это показывало веру в Мессию, который вернет им доступ к Богу через пролитие своей крови. И в будущих храмах жертвенник всегда находился во внешнем дворе на восточной стороне храма. Когда Каин убил Авеля, потому что он отверг Божий путь спасения через кровь Мессии, он предпочел прийти к Богу со своими делами. Каин стал настолько оскверненным, что больше не мог жить во внешнем дворе Эдема. Тут сказано, и пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нот, на восток от Едема. То есть до этого Каин и Авель еще жили в Эдеме, но затем ему пришлось идти еще дальше на восток, из земли Эдем в землю Нот. А еще тут сказано, что он ушел от лица Господа. То есть присутствие Господа по-прежнему находилось в Эдеме. Хотя Адам и Ева были изгнаны из Эдемского сада, они все еще находились в пределах Божьего влияния, в Эдеме, во внешнем дворе святилища. Но после того, как Каин убил Авеля, он был изгнан из земли Эдем. А тут сказано, что лицо Божье все еще находилось в Эдемском саду, но они согрешили и больше не могли входить в сад, потому что это место стало слишком священным для них. А земля Эдем на востоке от сада, где находился жертвенник, соответствует внешнему двору святилища. Сам сад, где находились деревья, соответствует святому в храме. Все это показывает, что земной храм был сделан по образу Эдема. Он сделан так, чтобы напоминать нам об Эдеме, а это означает, что Эдем был изначальным храмом Божиим, образцом земного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова